Земля Выживший В фильме снимались Грег Эвиган, Рэйчел Кроуфорд, Клаудиа Миккелсон, Дэвид Хьюллетт, Диего Матаморос и другие. Композитор Норман Оренстейн. Оператор Майкл Макмюррей. Продюсер Адам Джей Шалли. Автор сценария Джошуа Майкл Стерн. Режиссер Дэвид Стрейтон. Морфеус. Арктическая нефтяная установка. Новый день в аду. Сегодня глубина 17 километров. Как дела, Танака? Именно так, волшебная цифра 17. Танака, как дела? Да, порядок? Да, не спал всю ночь, хотя я в форме. Ранние пташки перетаскиваем. Отлично себя чувствую, Слик. Да? 50 баксов говорят, на этой неделе мы найдем нефть. Последние полгода каждой неделе говорит, что найдем. Да, но в этот раз нутром чую. Да? Нутро никогда не врет. Как дела, Гиз? Джин, может быть остановишься? Рано для танцев. Старик, ты просто завидуешь тому, как я двигаюсь. Ты как рыба. Рыба в судорогах. Кажется, я сказал тебе взять выходной. Ну нет, босс, не собираюсь терять оплачиваемый день. У меня большие планы. Да, купит новый характер. Не вынуждай меня. Поспокойней сегодня. Старик, все готово. Смазано и затянуто, шеф. Ценю твой энтузиазм, Гизер. Закрой. Малькольм. Да, да, так, у нас тоже все в порядке. Все работает в норме. И приехал новый геолог. Хорошо, скажи, я сейчас буду. Так, повернем эту малышку. Слышали, босса? На полную. Поехала к центру земли. Крутится-вертится, когда же остановится? Фантастика. Не верю, что ее построили. Да, самая большая из всех, что есть. Как глубоко можно прорыть? Восемь, десять километров? Старье. Двадцать километров. Глубже, чем когда-либо. Да иди ты. Взгляни. Сейсмический анализ показал залежи нефти. Проходит через юрский слой и просачивается к докембрийскому. До зарождения жизни. Да, мэм. Семь миллиардов лет до динозавров. Кинг, будешь просто стоять или поздороваешься? Кинг. Продолжение следует... Танако! Трубы засорились, камень застрял. Сделаю. Значит, кроме тебя никого не смогли найти. Да, только я. Адам, это проблема? Не для меня. Кэт, для всех, кто работает на буровой установке, 12-часовой рабочий день. Звучит весело. Ты не поняла, я сказал для всех. Места мало, но это дом. Что происходит? Наткнулись на что-то. Сверло застряло. Ну как? Плохо. Наверное, наткнулись на ультрамагические породы вот здесь. Насколько глубоко? Да, кембрийский слой дошли раньше, чем ожидали. Мне кажется, никто не брал пробы пород этого слоя. Слушай, меня это не волнует. Мы ищем нет. Потом можешь брать пробы любых пород. Что со звонками и свистками? Рад, что пришел, док. Что? Если не посплю 8 часов, выйду с графика. Слик, что у вас там? Что-то очень странное. Ты должен увидеть это своими глазами. И приведи врача. Док, пошли. Ты слышал? Какого черта здесь творится? За мной увидишь. Думал, мы наткнулись на нефть, но бур заклинило. Я выключил машину, прибежал сюда. Это было везде. Оно поднималось снизу. Это еще что? Я не знаю. Это не нефть. Нужно все убрать. Убрать? Адам, у тебя крыша едет. Никто не знает, что это за субстанция. Она была так глубоко. Кстати, наш новый геолог Кэт Холден. Это все, что вышло? Да, послушайте. Дело в том, что Танака порезал руку до того, как эта слизь появилась. Она попала на него и впиталась в его кожу. Да, его порез исчез. Похоже на дикие штучки в воду. Танака! 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 Адам Кинг. Да, поговори со мной. Что случилось? Это по-английски. По-английски. Я порезался. А это желе, как они сказали, исцелило рану. Это волшебство. Как магия. Как магия. Волшебство? Да. Только я не знаю. Не знаю, радоваться или бежать. Со всеми бывает. Отлично себя чувствую. Как я выгляжу? Лучше некуда. Что странно. Эта штука и до тебя добралась. Простите. Мисс Старк, вы не должны работать. У вас пневмония. В чем проблема? Я плохо выгляжу? Можно мне это назад? Спасибо. Стойте спокойно. Откройте рот. Хорошо, шире, шире. Спасибо, нет, без языка. Хорошо. Я возьму анализы, но она выглядит здоровой. Мы ищем нефть. За работу. Слик, выкрути обратно бур. Посмотрим, как его достать. Возьмите образцы субстанции. Спрячьте подальше. Не хочу, чтобы кто-либо трогал эту дрянь, пока не выясним, что это. Все слышали? За работу! Я... Нет, 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 нет. Вам звонит мистер Слоун, сэр. Отлично. Адам. Даррен, как дела? Тебя плохо слышно. Знаю, опять оборудование барахлит. Что хорошего скажешь? Кэт Холден приехала? Да, она здесь. Даррен. Слушай, у нас проблемы. Мы застряли. И прекратили бурить. Ты шутишь? Если бы. Не знаю, мы наткнулись на что-то... странное. Послушай, Адам, не буду тебе говорить, сколько транзикл-ойл вложил в этот проект. Но меня давят, чтобы все было готово к весне. Ты должен... Адам. Эй, опять сорвалось. Серьезно? Да, серьезно. Пойду проверю спутниковую тарелку. Хорошо. Если будут звонить, я в лабораторию. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы ищем уже месяц, и ничего, чуть не потеряли бур. Господи. Остановись, от меня раздражает. Просто отдохни, ладно? Как поживает твой профессор? Как там его, Фрэнк? Его зовут Чарльз, и у него все хорошо, спасибо. Как насчет тебя, Кинг? Нашел себе другую? Или других? Да, их много. Все отлично. Нет совпадений. Черт, взгляни. Какое-то новое вещество. Науке оно неизвестно. В медицине тоже. Я провел основные анализы этой субстанции. Не могу поверить, но этот гель вырабатывает лейкоциты. Больше, чем 20 человек. Лейкоциты? Белые кровяные тельца. Я знаю. Центральный элемент иммунной системы. Но они существуют отдельно от плазмы крови, и поэтому превратились в гель. Подождите, как они могли существовать еще до появления живых организмов? Слушай, так или иначе, это лейкоциты. Конец истории. Все. Что это за голубые кристаллы? До них я еще не добрался. Попробуй их отделить и запущу программу проверки. Я сопоставил результаты анализов Старк с теми, что брал вчера. Вирус бесследный исчез. Это невозможно, поскольку... Невозможно так быстро вылечить. Как думаешь, что это, док? Думаю, это абсолютно невозможно, но оно есть. Есть. Пять раз подряд. Хватит? Я просто поддавался тебе. Ты не справишься со мной, если я буду играть на все сто. Что рисуешь, Гиз? Место, где я бы хотел быть. Понимаю. Парень, какого черта ты тут делаешь? Без понятия. Я просто стараюсь делать то, что нужно. И избегать проблем. Вот и все. Да. Не шатайся здесь слишком долго. Эти буровые установки покалечили жизнь многим одиноким старикам. Мы не можем вытащить его. Бур не скоро вылезет. У меня плохие предчувствия. Это нутро тебе сказала? Прокричала. Прокричала. Пиво? Нет. На следующей неделе будет год, как я не пью. Одно пиво, и я с голой задницей изображаю ангела на полу. Посмотрела бы. Слик, мне нужен соперник. Иди. Оставайся здесь. Ты разбиваешь. Кинг, наверное, неплохо, что мы не убрали все. Да, да. А ты был прав. Насчет чего? Нелогично, что субстанция из белых кровяных телец находится там, где мы ее нашли. Я думал об этом. Ведь все, что мы знаем о том периоде, это теория. Но оно настоящее. А если... Если там тонны этого вещества. Адам Кинг. Когда твои люди узнают, что это, что мы будем делать? И его протестируют. И выяснят, есть ли от него прок. Потом выкачивают и продадут. Есть вещи, которые нельзя объяснить. И есть вещи, которые нельзя понять. Я понимаю, что ты пьян. Ты не понимаешь, что планета живая. И все годы мы резали и сверлили ее. Может, сегодня, благодаря твоей большой крутой машине, мы порезали слишком глубоко. Может, сегодня мы добрались до ее крови. Может, пойдешь к себе? Слушайте, люди. Планета в ярости. Я знаю. Я чувствую. Мы должны закопать эту дыру. Мы должны молить о прощении, уйти и надеяться, что об этом никто не узнает. Хватит. Я тебя услышал. Это единственный способ выжить. Единственный способ быть уверенным. Он просто выпустил пара. Пусть проспится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, Холден, посмотрим, на что ты способна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Не волнуйся. Вечные проблемы с электричеством. Не волнуйтесь, шеф. Я проверю напряжение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Я все вижу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какого черта здесь случилось? Танкер с нефтью вспыхнул и мгновенно затонул. Никто не хочет это слушать. Хотят, это классная история. Мой друг Адам побежал обратно на горящий корабль к машинному отделению и перекрыл главный вентиль. Хватит. Ни капли нефти не попало в океан. Вот черт. А могло быть огромное нефтяное пятно. Вот это мужик. Мисс Старк, ваша миссия по уничтожению моей мужественности завершена. Да, ты герой. Гизер все еще не вернулся с Лиг. Старк, идем проверим, нужна ли ему помощь с этим шедевром системы электрообеспечения. Наверное, где-то произошел выброс пород. Нет, пострадало бы все здание. Тогда что это? Я проверил все предохранители и кабели. Все в порядке. Напряжение должно быть. Танако. Черт. Черт возьми, гель пропал. Сюда! Сюда! Господи! Господи, сукин сын! Господи! Слик, Старк! Всех в пункт управления! Старк, идем! Подожди, ты говоришь, он разрезан на части? Бедняги отрезали лицо, если тебе непонятно. Сейчас не могу поверить. Я тоже. Что будем делать? Он же там, пока мы говорим. Для начала все должны успокоиться. Идите вы, я не успокоюсь. Я найду психа и сверну ему шею. Я клянусь. Давай, Джин. Танако. Танако. Прекрати! Ты никуда не пойдешь, Джинкс. Гизер был моим другом, ясно? Я знаю. Но давай дождемся, Адамо. Не хочу, чтобы ты наделал глупостей. Так странно, не было крови. Как это не было крови? Вот так. А Гизер разрезан на части. Мы услышали достаточно. Почему бы тебе не заткнуться? Опять на меня наезжаешь? Джинкс, Джинкс, давай, давай. Тихо, тихо. Хватит. Спокойнее, хватит. Я все проверил. Его нигде нет. Уже поздно. Все остаемся здесь на ночь. Может, утром удастся включить электричество. Что со спутником телефоном? Я работаю над этим, сэр. Хорошо, работай. Ты в порядке? Я такого не видел раньше. Зачем Танако сделал это? Это все страх. Вера. Религия. Ему кажется, мы выпустили в мир нечто. И поэтому надо убивать людей? Я не знаю, почему он сделал это, Кэт. Понятия не имею. Хорошо. Это бессмысленно. Вот и все. Я слышал нечто подобное. Шеф морской нефтедобывающей станции спятил. Перерезал всю команду, а потом спокойно ел их. Заткнись. Зачем ты рассказываешь это? Господи, это уже слишком. Я не хотел тебя напугать. Конечно. Да. Когда я окончил университет, я мог поехать, куда захочу. Университет. Да. Родители сказали, что я спустил диплом в унитаз. И они были правы. Нет. У меня такое ощущение, что за нами наблюдают. Хочешь валю? Я принял полторы таблетки. Отстань от меня. Прости. Виноват. Старк. Я накричал на тебя. Вышел из себя. И прости. Ничего. Электричество? Боже. Спасибо. Как тебе удалось? Я ничего не делал. Никому не шевелиться. Давай. Привет. Ты приехал. Я волновался, Адам. Связь прервалась. Что здесь творится? Подожди. Подожди. Стой. Подожди. Черт. Я отправил его обратно на неделю. Почему ты не позвонил? Вахта подходит к концу. Мне нужен вертолет. Компания хотела, чтобы я остался и проверил, как идут дела. Какого черта здесь творится? Уверен, что готов? Как его звали? Роберт Сларски. Это безумие. Да, добро пожаловать в мой мир, Даррен. В таких случаях пресс-служба компании бессилен. Я сейчас меньше всего думаю о пиаре. Да. Слик, включи приемник. Верни этот вертолет. Мы пытались. Приемник сдох. Наверное, сломался из-за скачков напряжения. Отлично. И что дальше? Как повезет. Малкольм проверил систему безопасности. Дверь к буровой установке была открыта. Кто мог выйти оттуда босиком? Не волнуйся, увидишь. Я решил, что Танако открыл дверь, поэтому пошел проверить. Что могло разрезать человека пополам? Животное? Нет. Взгляните на него. Разрез будто прижгли. Крови нет. Это невероятно. Его нельзя оставлять здесь. Затащим его внутрь. Я не прикоснусь к нему. Давай. Пошевеливайся, Джинкс. Мой отец был министром. Он говорил, ничего хорошего не выйдет, если буду буравить землю. Говорил, не играть в дьявольские игры. Так и сказал мне. Слик. Что? Проверьте с Джинксом буровую установку. Как бур выкрутился. Будет сделано. Джинкс, идем. Малкольм. Как там спутниковый телефон? Да. Как насчет коротких волн? Действуй. Свяжись с кем-нибудь. С кем угодно, да. Я мажу порез на пальцы этим гелем, и он исчезает. Был шипство. Класс. Значит, нефти не было? Было это. Вам этого мало? Простите, док, но через неделю я должен доложить совету директора, об эффективности «Морфеус-1». И я скажу, что у меня мертвая команда, но есть докембрийский гель для волос. Можешь рассказать это. Что ты... Кэт. Он бы поверил на слово. Ты с ума сошла? Просто смотри, смотри. Это невозможно. Возможно. Не понимаю. В чем дело? Малкольм, сделай одолжение. Проверь показатели компьютера до того момента, как упало напряжение. Можешь назвать меня психом, но, похоже, бур вытолкнули из шахты. Это невозможно, но я проверю. Слик, ты слышал? Что? Ничего. Показалось. Я проверил вчерашний показатель до того, как упало напряжение. Смотрите. Что это? Понятия не имею. Но, чтобы это ни было, оно около двух метров в высоту и метр-полтора в ширину. Оно? Ты сказал «оно»? И оно двигалось быстро. У меня нет точных данных. Что-то меня тошнит от нефтедобычи. Слышал фразу «заткнись и работай, Джинкс». Наверху! Валим отсюда, к чертовой матери! Я за тобой. Бежим! Шевелись! Быстрее! К черту с дороги! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, никому не шевелиться. Оставаться здесь. Заприте за мной дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слик. Слик. Джинкс? Джинкс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слово черта. Малкольм. Да, я нашел их. Послушай меня. Не выходите с пункта управления. Оставайтесь там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было ужасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их тела висели там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это предел. Мы столкнулись с чем-то, что режет людей, и, по словам Адама, потрошит их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, наши дела плохи. Надо выбираться отсюда. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слик, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он тебя привез сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что бы ни убило их, оно пришло со дна шахты? Знаете, я думаю, мы выпустили нечто, и оно защищает волшебный гель. Это просто бред. Это не может быть живым существом. Его возраст был бы более миллиарда лет. Верно. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что пялишься? Они от клаустрофобии помогают справиться со страхом. Она ничего не сказала. Остафи. Я знаю, что случилось. Мы проткнули ад и выпустили демона, который убивает моих друзей. Демон, да. Мисс Тарк, я понимаю, что вы расстроены, но это... это бред. Ты не веришь в ад и рай? Конечно, нет. Что ты за человек? Человек науки, врач. Говорить о существовании ада глупо. Ты называешь меня глупой. У меня много недостатков, но я не глупа. Не смей так говорить. Не ругайтесь. Пожалуйста. Дамочка, я даже тебя не знаю. Ты просто приехала и крутишься вокруг босса. Знаешь, держись от меня подальше. Господи, прекратите. Эти люди мертвы. Понимаете? Хватит. Там что-то есть, и нам лучше от него избавиться. Погасло. Значит, оно поднимается вверх по колодцу и посылает нечто вроде электрического импульса, от чего падает напряжение, так? Аварийное освещение работает, но оно работает от источника бесперебойного питания. Нечто отключает напряжение в основной сети. Получается, когда нет света, оно потрошит людей. Свет включается, и все прекрасно, как в Рождество. Это только предположение. Есть о чем подумать. Смотри, напряжение на полную катушку, значит, эта штука ушла. Я так скажу. Следы, которые я видел вокруг шахты и буровой установки, не похожи ни на что. Нам пора сматываться. Уходить. Уносить ноги. Док, снаружи минус 30, плюс ветер. Замерзнете насмерть еще до ночи. Но оставаться здесь самоубийство. Нет, быть снаружи самоубийство. Сэр, может, стоит подумать, как выжить снаружи? Да, мы как раз думаем об этом. Должен быть выход. Нет выхода. Очнитесь. Посмотрите, где мы. Вот здесь. Куда вы пойдете? Мы в 500 километрах от жилья. Даже если бы у нас были снегоходы, топливо закончилось бы на полпути до первого поселения. От тебя все ждут решения. Этот человек дал мне право принимать решение. И как управляющий станции, говорю вам, выйдите за дверь, и вы покойники. Пока мы остаемся здесь, у нас есть шанс выжить. Без вариантов, ребята. Значит, начнем разбираться. Адам, спокойно. Все напуганы и без твоего тона. Моего тона? Я здесь не для украшения. Я пытаюсь вас звать к вашему разуму. Мы тебя услышали. Тише. Это уже слишком. Так, хватит. Ведете себя как женатая пара. Это не поможет. А я думаю, что оставаться здесь так же рискованно, как уходить в тундру. Хорошо. Отлично. Вот что я скажу. Все, кто хочет уйти и замерзнуть, вперед. Я мешать не буду. Давайте. Все, идите. Ладно, слушайте. Нужно действовать быстро. Мы не знаем, когда оно вернется. Малкольм, пытайся починить спутниковый телефон, хорошо? Понял? Да? Хорошо. Даррен, займись радиоприемником. Да ладно. Даррен, радио. Док, перейти. Перетащи тела в седьмой коридор. Танаку тоже. Осмотри их. Я хочу знать, как и что разрезало их. Хорошо, постараюсь. Но я не проводил скрытия со времен колледжа. Старк, иди с ним. Я спущусь на дно шахты. Что ты сделаешь? Проведу световой анализ на дне шахты. Сенсоры показывают впадину. Думаю, именно оттуда пришло то, что путешествует вверх по шахте и оставляет эти следы. Я проверю. Кажется, твоя страховка это не покроет. Этому не бывать, Кэт. Слишком опасно. Адам, что-то убивает людей. Но чтобы это остановить, мы должны узнать, откуда оно приходит. Ты с ума сошла? Ты не спустишься туда? Я геолог. Только я могу сказать, что там. Я должна. Не важно, кто ты. Туда никто не спустится. Ты хочешь выжить? Адам, я думаю о причинах и следствии. Следствие мы уже видели. Пора узнать причины. Мы даже не знаем, как оно выглядит. Боюсь узнать это, когда будет поздно. Послушай. Если что-то пойдет не так, я вытягиваю тебя. Мы теряем время. Да. Я спятил. Так, ты на связи? Да. Готова? Как всегда. Хорошо. Нефтедобывающая станция Морфеус-1. Слышите меня? Отбой. Как дышится? Хорошо, порядок. Я рад, что я не она. Уши закладывает? Нет. Мне плохо. Жарко, как в аду, но я пока в норме. Нефтедобывающая станция Морфеус-1. Слышите меня? Это... Это бесполезно. 17 километров, мистер Кинг. Эй, Кэт, Малкон только что сказал, что... Стоп, нормально. Отверстие на дне шахты становится уже. Опускай медленнее. Включи камеру. Господи, ты видишь это? Я в каком-то корабле. Клянусь, Адам, это космический корабль. Стоп. Здесь множество ячеек. Сотни. Думаю, что бы в них ни было, оно вышло наружу. Вижу реолит, базальт. На другой стороне вулканические породы. Адам, можешь опустить меня метра на три? Медленно. Хорошо, хорошо, стоп. Есть. Адам, я нашла наш волшебный гель. Он вытекает из поврежденной ячейки. Бур его пробил. Теперь мы знаем, что оно не отсюда. Оно было доставлено сюда. Кажется, я что-то нашла. Никогда не видела ничего подобного. Дай мне секунду. Подними меня. Немного. Стоп. Здесь в стене как бы окошки. Что за ними, не разберу. Господи. Что там, черт возьми? Что это? Адам, поднимай меня, поднимай. Я хочу наверх, поднимай. Поднимаю. Потерпи, Кэт. Все хорошо. Держись. Еще чуть-чуть. Господи. Ты в порядке? Да. Прием. Нехтедобывающая станция Морфеус-1. Слышите меня? Это береговая охрана. Сообщите ваши координаты. Прием. Это Морфеус-1. Это... Что? Что? Что это? Что это? Что-то приближается. Черт. Она вернулась. Возьми рюкзак. Мой рюкзак. Так, так. Уходим. Подожди. Подожди. Я оставила кассету. К черту. Подожди. Идем. Черт, черт. Адам, мои образцы. Они у меня. Адам, я осмотрел тела. Нужно поговорить. Беги. Что? Беги, она возвращается. Поторопитесь. Быстрее, потом разберемся. Поторопитесь. Заберитесь. Мне нужны детали. Хочешь детали? Итак. Каждую из жертв изучали. У одного не было конечностей, у другого органов. У гизера лицо и мозг были вырезаны. Все сделано очень аккуратно. Это было ужасно, Булз. Кошмар. Помощь мисс Старк была бесценной. А как насчет крови? Тела были высушены. Проколы в нескольких венах. Ни капли крови. Воды или спермы ни в одном из тел. Так. Кэт. Что ты нашла на дне шахты? Там я увидела это. Человеческий зародыш в ячейке на стене. Какой стене? Я сама не поверила, но похоже на космический корабль. Шутишь? Судя по породам вокруг него, он попал в поток лавы, когда планета еще остывала. Значит, за дверями инопланетяне? Захороненный и проживший миллиард лет. Оно было на планете до того, как в океане зародился первый живой организм. Что насчет геля? Откуда он? Он хранился в контейнере на корабле. Прости, но что делал инопланетянин на своем корабле субстанцией из белых кровяных телец? Хороший вопрос. А что если инопланетянин вез нам ее как своего рода подарок? Да, это был Санта-Клаус. Ты видел, что эта штука делает? Подарок? Вот что я вам скажу, мистер. Парни, которые умерли, для вас ничего не значат, но они были моей семьей. Понимаешь? Ладно, ладно. Больше никаких идей. Кто знает, что мы выпустили. Укрепил вход. Все, что смог. Малком, как дела? Чиню, сэр. Продолжай. Как дела? Осталось недолго. Должен тебе сказать. Кэт, ты сделала то, чего я бы не смог. Я впечатлила его величество. Обалдеть. Я серьезно. Удивлен моими способностями? Нет. В них-то я и не сомневался. Слушай, мы не говорили о том, что случилось. Нет, не о чем говорить. Это все мой характер. Слушай, меня твой характер не волнует. Я выжила. Ты согласилась на эту работу, зная, что я буду здесь. Почему? Из-за денег. Все просто. Хорошо. Скажи мне одну вещь. Как дела у Робби? Все отлично. Правда, отлично. Сэр. Починил. Осталось включить спутниковую тарелку. Ты мне нравишься. Идем. Нужно выбираться. Вертолету сюда час лететь, если не больше. Ты молодец. Что могу сказать? Я мужчина. Все, все. Идем. Знаете, доктор, я не была дома, пять лет. У меня там сестра. Она была еще ребенком, когда я сбежала. Сбежала? Я была бунтаркой. Злилась на все и всех. Но теперь я стала сильнее и я хочу домой. Я устала, понимаете? Готова начать все за мной. Надеюсь, семья меня примет. Уверен. Я уже ни в чем не уверена. А как насчет вас, доктор? Что будете делать, когда вернетесь? Я, наверное, оплачу счета. У вас нет семьи? Нет, нет. У меня никого нет. Есть мать, но она в доме престарелых и думает, что я ее парикмахер. Поэтому не знаю. То есть, в общем, я один. У меня пара друзей на Манхэттене, но в вопросах общения я всегда был слабоват. Вы сильнее. Едва ли. Да. Говорю тебе, я найду работу в Силиконовой долине, связанную с программным обеспечением. Здесь скучно и небезопасно. Скучно звучит просто смешно. Стой, стой, стой. Слышал? Думаю, оно здесь. Ладно. Держись за мной. Так. Хорошо. Ты в порядке? Лучше не бывает. Как думаешь, сколько мне лет, Кэт? Не знаю. За 30? Почти 40? 35. Когда отцу было столько же, он владел транзикл ойл. Твой отец владелец? Да. Один из больших людей. А я всего лишь менеджер среднего звена. К сожалению, таких он презирает. Ведь у меня нет способностей, чтобы пробиться наверх. С этим я бы смог делать то, о чем мечтаю. Например? Например, обедать в столовой боссов. Рядом с отцом. За одним столом. Лучшее место в здании. Это предел твоих мечтаний? Еда там хорошая. Порядок. Это еще что? Похоже на забор. Черт. Проклятье. Мистер Кинг. Да. Другого выхода нет. Только здесь. Вот именно. Боже. Этот гад запер нас под землей. Да. Отлично. И что будем делать? Оно придет и перережет нас, как остальных. Когда я подписывал контракт, я не думал, что это миссия для самоубийц. Прости, Адам. Мне страшно. Только и всего. Ты должен мне помочь разобраться, хорошо? Хорошо? Да. Одно я знаю наверняка. Здесь холодно. Уходим. Давай. Пойду за обогревателем. Кажется, я видел его там. Кажется, я видел его там. И я нашел его. Малколем, бежим! Бежим, черт возьми! Малколем! 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 Господи! Адам! Сюда! Иду! Снимите это с меня. Полегче. Господи! Тяните! Получается... Чёрт! Спасибо. Почему оно оставило меня в живых? Как оно выглядит? Я не знаю. Оно было... Было похоже... Я такого никогда не видел. Что-то очень уродливое. Ужасное. Дыши глубже. Здесь жарко. Кому-нибудь ещё жарко? Жарко. Холод собачий. Может, стоит поменьше глотать таблеток? Может, стоит не лезть в чужие дела? Когда мне было 10 лет, я застрял в лифте на весь день. Я просто с ума сходил. Меня положили в больницу на неделю. Лучше уж я столкнусь с этим чудовищем, чем испытаю приступ клаустрофобии. Не говори с ней в таком тоне. Вообще-то, док, я буду говорить, как захочу. Поскольку я здесь главный. Я представитель транзикл-ойл. И заслуживаю уважения. Хватит, Даррен. Ничего? Да. Надо продолжать. У тебя есть что-нибудь? Да. Послушайте, это вещество я нашла, когда была внизу. Это регенерирующая смесь. Думаю, она действует как физиологический раствор, который позволил нашему инопланетянину выжить в течение миллиарда лет. Итак. Это Земля. Здесь приземлился его корабль. Декембрийский период. Что значит, на планете не было жизни. Период активных вулканов. Думаю, его засыпало во время извержения. Прямо над этим зафиксированы первые признаки жизни. Ну, знаете, первобытный суп. Но факт того, что инопланетянин прибыл до зарождения жизни, все меняет. Я нашла это в одной из ячейк. Похоже, ячейки были вскрыты, когда корабль приземлился. Это семена или что-то подобное. Их было много. Тысячи. Они наполнены... Нет, нет, не стоит. Они наполнены концентрированным раствором аминокислот. Откуда появилась ДНК? Первый кирпичик жизни. О чем ты? Эволюция. Я говорю об эволюции. В теории эволюции всегда был пробел. Мы не знаем, как на безжизненной планете, покрытой лавой, неожиданно появились живые организмы. Здесь никто в Бога не верит? Мы уважаем ваши взгляды, мисс Старк, но... Хватит насмехаться. Я думала, мы друзья. Так и есть. Но живые организмы появились из раствора аминокислот, ставшим основой для появления многоклеточных организмов, из которых и возникла жизнь. Слова, слова, слова. Амелия – это наука, реальность. Это просто говорят факты. Факты? Люди появились из многоклеточных организмов. И как они попали на планету? Появились из ничего? Наука не знает точно, как на мертвой планете появился первобытный суп, в котором зародилась жизнь. И ответ здесь. Значит, это может быть семя жизни? Хватит этого безумства. Я читал об этой теории, будто Земля была населена из космоса. Панспермия. Что? Какая спермия? Эта теория называется панспермия. Она утверждает, что организмы из космоса случайно попали на планету и зародилась жизнь. А если они не случайно, а целенаправленно были доставлены сюда этим кораблем? То есть, этот инопланетянин зародил на Земле жизнь? И человека? Тоже. Хочешь сказать, этот монстр бог, но я знаю, есть другое объяснение. Старк, успокойся. Я не такая умная, но это чушь. Послушай, не надо. Я ухожу. Нет. Попробуй позвать на помощь. Ты что делаешь? Ты никуда не пойдешь. Я больше не слушаю тебя, босс. Ты приказал остаться. И вот что случилось. Мы сидим, болтаем и ждем смерти. А я хочу найти выход. Отсюда нет выхода. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ Кэт, 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 спокойно, это я. Что? Все в порядке, это я. Я подумал, что у тебя есть его фотография. Что? У тебя есть фотография, Робби? Я? Да. Можно посмотреть? Да. Играет в бейсболт? Да. Кажется, он похож на меня. У меня каждый день перед глазами напоминание о тех семи годах. Кэт. Ты должна знать, что случилось на горящем танкере до того, как я ушел. Адам, сейчас не время. Кэт, я не уверен, что еще будет время. Я слишком долго держу это в себе. Понимаешь, когда все вокруг начали говорить, какой я герой, правда была в том, что парни, которые были на корабле, большая часть команды, они застряли в командной руке. Я думал, что у меня есть время, поэтому я и побежал перекрывать этот вентиль. А потом я вернулся в командную руку, но дверь заела. Там было десять человек. С того дня я стал бежать от себя, поэтому я не смог вернуться к тебе. Только поэтому. Я кормила Робби, смотрела телевизор, увидела новости о танкере. Потом я сидела и ждала твоего звонка. Я ждала месяца, потом годы, а ты не позвонил. Ты заслуживаешь лучшего. Я не хотела никого, кроме тебя. Ты куда-то пропал и даже не осмелился встретиться со мной. Хотя бы поговорить, чтобы я могла что-то объяснить сыну, когда он вырастет. Прости, Кэтрин. Кэтрин, прошу тебя, прости меня. Адам, Старк ушла. Я заснул. Я не должен был спать. Старк. Старк. Ты до инфаркта решила меня довести. Адам, я с тобой. И не думай. Я могу пригодиться, Адам. Ты должна остаться в живых. Я иду с тобой, это не обсуждается. Держись у меня за спиной, это не обсуждается. Хорошо. Так. Адам. Адам. Смотри. Господи. Ладно, Кэтрин. Идем. Подожди. Мы уходим, скорее. Быстрее. Что это? Мне все равно. Кэт, у нас проблема. Быстрее. Адам. Кэт. Адам. Дэна. Ты жива? Не двигается. Это ненадолго. Идем. Дай мне одну секунду. С ума сошла? Мы должны понять, что оно здесь делает. Что это за штука? Оно сохраняет их органы. Можешь дать мне контейнер? Что? Дай контейнер. Пошли. Контейнер. Вот. Положи в кружку. Давай. Секунду. Оно шевелится. Еще секунду. Оно двигается. Оно просыпается. Кэт. Держи. Спасибо. Все хорошо. Запатентуем волшебный гель и будем получать 10%. Говорю тебе, Адам. Инопланетянин вдоль. Все еще пытаешься извлечь выгоду. Это моя работа, Адам. Плохое превращать в хорошее. Отец называет это хорошим менеджментом. У тебя там бродит древний убийца. Это более чем плохо. Мы его закопаем. Не проблема. Как было с горящим танкером, помнишь? Люди это съели. Все так беспокоились о нефтяном пятне, что забыли о погибших рабочих. Сукин сын. Я бы жизнь не отдал, чтобы вернуть их. Ясно. Мы просто болтаем. Поболтай о чем-нибудь другом. Док, ты ничего не мог сделать. Я должен был проснуться. Я слабак. Я всегда им был. Мы должны сосредоточиться на деле. Смотри. Мы нашли какую-то жидкость. Посмотришь? Что это может быть? Разберешься? Постараюсь. Давай. Невероятно, Адам. Я, кажется, знаю, что инопланетянин влил мне в рот. Нет. Наоборот. Оно содержит витамины, минералы, протеины. Все, что нужно человеку. Идеальная пища. Что? Оно кормило меня. Адам. Адам. Что? Прости. Я был неправ. Но можно кое-что сказать в оправдании? Давай. Просто выслушай. Мы знаем, что нашли космический корабль, на котором инопланетянин привез на планету клетки жизни. И мы знаем, что гель может исцелять. А Кэт сказала, что он кормил ее. Значит, можно утверждать, что оно поддерживает жизнь. Может, Старк была по-своему права. Может, это Бог, и мы нашли его. Закончил? Вы должны это увидеть. Док, док, стой. Это еще что такое? Что ты сделал? Немного раствора аминокислот попало сюда, и все началось. Господи. Это изображение Солнечной системы, где... Это Земля. Луна. Разные времена года. Это мы видели на стене. Семена жизни. Это проекция каждого живого существа. Оно знает, как мы выглядим. Похоже, это существо действует по инструкции. Допустим, это назначение инопланетянина. Расположение Луны, где высадить семена. Изображение того, что должно получиться. Тест. Посмотрите. Нет, не похоже на инструкцию. Это похоже на альманах. Это же... Заткнись. Кат, нет! Посмотри на это. Как тот, что у выхода. Мы в клетке, Адам. Он ограничивает наше пространство. Нет. Он не бог. Он фермер. Тогда я чайник. Вы не можете убедить меня, что мы – главная цель инопланетян. Могу. Эта штука представляет собой пищеварительную систему. Жидкость инопланетного происхождения, но схожа с желудочным соком. Оно изучало кровь и все жидкости в организме. Потом расчленяло жертв. Поняв, что человеческие органы съедобны. Этот инопланетянин похож на биоинженера, способного создавать жизнь, посадив семена. И он прожил так долго, потому что должен был дождаться, пока семена взойдут. Извини. Он был похоронен под потоком лавы, пока мы не выпустили его. И он продолжил работу. Но мы эволюционировали. Посмотри на изображение. Это люди Эра Неолита. Слушайте, если мы своего рода урожай, то что насчет геля? Я хочу сказать, это что, пестициды, что ли? Когда урожай заражен, что делает фермер? Ищет средства спасти его. То есть пестициды. Я пошутил, Кэр. Это безумие. Что нам делать? Вот что я хочу узнать. Мы избавимся от него. Отличная идея, но как? Электричество. Электричество? Именно. Вокруг него подобие защитного щита из электромагнитных волн. Да. Электричество выключается не потому, что он так хочет, а потому, что он видит в нем угрозу. И что вы сделаете? Из... И что вы сделаете? Используем... Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают Все нормально Это было даже мило Раньше я любил наблюдать, как ты спишь Хватит Серьезно? После трехнедельных вахт я мог смотреть на тебя часами Не знаю, что страшнее, инопланетянин или твоя сентиментальность? Вроде неплохо Ты смотришь на адский электрошок, друг Адам, слушай Может, мы совершаем ошибку? Конечно Что на этот раз, Даррен? Сам посуди Это историческое открытие Дело не только в том, что это инопланетянин Но и в том, что он принес на нашу планету Лекарства от всех болезней Ты не можешь так просто от него избавиться Мы знаем о существовании разумных существ в космосе Они ужасны, жестоки Но они дают жизнь Слушай, он хочет нас съесть Ясно? И я собираюсь его убить Отлично Отлично Хорошо Здесь все и сделаем Док Ты не должен этого делать Я сам Должен Ради себя самого Я быстро Ладно Всем приготовиться Кэт, назад Есть Шоу начинается Вперед Эй, ты Хочешь попробовать то, от чего крышу снесет? Эй, что ты хочешь? Я еду Док Док, направо Эй, что ты хочешь попробовать то, от чего ты хочешь? Адам? Мы задели его. Он на лестнице. Пытается выбраться. Адам, получилось. Есть выход. Отлично. Скажи остальным, встречаемся у источника дополнительного питания. Я приду, как только вызову береговую охрану. Боже. Нефтедобывающая станция «Морфеус-1». Слышите меня? «Морфеус-1» нам приехать? Да. Через 40 минут. Быстрее. Чем скорее, тем лучше. У нас экстренная ситуация. Вылетаем. Хорошо. 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 Слышите, я знаю, что он собирается сделать. Помнишь, я сказал, что он закончит работу, ради которой прилетел? Да. Так вот, урожай взошел. Он его попробовал. И теперь позовет всех к столу. Какого черта ты несешь? Я был на улице. Он там соорудил нечто похожее на спутниковую тарелку. Он сейчас там, и я думаю, он готовится послать сигнал своим друзьям. И он сделает это. Время собирать урожай. Да. Включайте оборудование. Нужно все, что можно взорвать. Потребуется еще один заряд. Мы взорвем все вот так? Заткнись к чертовой матери, Даррен. Просто следуй плану. Тут просто пекло. Тихо, он же услышит. Ради тебя, отец. Что? Что ты делаешь? Мы все умрем. Ты сошел с ума. А вот и он. Послушай, мы с тобой можем сработаться. Я был против всех этих гарпунных дел. Я не один из них. Мы ведь друзья, да? Мы друзья! Нет, это плохо. Назад. Медленно. Ты не позвонишь домой без этого? Запускайте. Заводите установку. Сделай это, док. Давай. Не работает. Не работает. Кажется, получилось. Сколько дыма. Кэт, динамит. Кэт, скорее. Ты слишком близко. Давай. Давай же. Подавись. Нет. Адам. Адам. Адам, господи. Адам. Боже, Адам. Нет. Нет. Господи. Давай. 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 я получилось 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 но знаешь я тут подумал у тебя было время подумать расскажи мне о робби я хочу узнать его получше он замечательный без ума от спорта ненавидит читать конечно любит видеоигры он потрясающий ребенок я хочу его увидеть к этому увидишь только чуть позже я больше никуда не убегу у меня уйма времени